всем привет друзья и настал тот момент тот час когда решается судьба человечества массивный корабль мы его сбили в конце прошлой серии ждали очень долго это первый массивный корабль помним да что приторы самые высшие существа из инопланетян короче говоря нам нужно их захватить они руководят всей остальной цивилизации поэтому мы летим захватывать помним что наш корабль летит со скоростью рассвета и даже может его обогнать поэтому мы ждем немножко времени и валькирия у нас вылетает или стоп еще раз проверим экипировку серьезный бой предстоит нужно обязательно побольше всего побольше патрон побольше чего-нибудь еще до 9 у нас конечно совершенно не никчемен он не нужен посмотрим на расположение пулеметчик где щиты щит здесь щит здесь она все равно мы у нас капсульная будет высадка ну летим напомню да что мы играем на аэронмене и возможности сохраниться у меня нет перед боем и если мы проигрываем то мы проигрываем ребят там и конкретно проигрываем окончательно и бесповоротно лучшие команды когда-то бывший но со временем потеряли не только одного там поначалу одного потом двоих сейчас мы уже потеряли достаточно много людей у нас не осталось практически никого из старого состава и старой гвардии так сказать все больше и больше зеленых интересно получается все больше и больше зеленых и при этом все лучше и лучше экипировка так этап развертывания узнаем край карты край карты край карты у нас здесь будет проходить до значит как обычно вот так и капитан танк пойдет в другую сторону но мы сделаем вот так хотя это же край поэтому мы пойдем вот так сразу от края как можно дальше как бы вот так наверное погнали смотрите никого нету ухты как это необычно мы в очень неудобном месте появились ну прям супер неудобном месте вы понимаете что хотя конечно это не террор миссия но они могут быть где угодно в здании танк конечно у нас побежит проверять все здания абсолютно и вторые этажи в том числе танк для этого у нас и создан так здесь на втором этаже не может быть никого точно танк это наша страховка будет черт промышленный район на массивном корабле ну ребята но нельзя же так стоп отлично кейт кейт молодец две обоймы с собой я начал идти уже по 2 обоймы с собой давать я не верю что хватит патрон и может вообще хватить патрон как много здесь мирных жителей это меня пугает до ужаса чем больше мы потеряем тем больше минусом очков получим с другой стороны если мы никого не потеряем и отлично поднимем сейчас будут очень долгие ходы пришельцев да и мои тоже должны быть более-менее аккуратными сейчас решается судьба будет ли здесь притор вот в чем вопрос будет ли здесь притор если будет мы должны его зарубить пустить так сказать на фарш я не знаю никого нету промышленный район берет нас на реакцию ангел но безуспешно все остальные мы за ними занимают позиции какие-нибудь удобные первый враг нашелся значит против хериданов будем воевать по моему хериданы были ангелы так где наш танк отлично танк у нас нашел себе применение как я уже говорил он себя прекрасно чувствует в замкнутых пространствах он довольно бронированный у нас парень у него просто туча всего с собой я сомневаюсь что это вообще может закончиться когда-нибудь ухты ухты вы только поглядите на это сколько четыре этажа корабль-носитель а чешуеть его размер меня просто поражает и это только перед походу ребят там еще назад ё-моё вот это мы конечно сбили вот это сбили птичку а птичка то хороша хороша большая такая с большим личным составом а у нас много патрончиков должны тащить час жаль конечно не успели мы произвести больше танков вот таких у меня есть определенные идеи относительно как уменьшить потери среди личного состава пропускаем ход надеемся на лучше так кто-то в нас уже пытается стрелять ну же что происходит карта оказалась довольно небольшой корабль мы нашли быстро учитывая его огромный размер это неудивительно на самом деле так ну и где же у нас будет старичок харидан вон он там сидит отличное начало следующим ходом харидана оглушит наш наша эмма она должна это будет сделать без вариантов так танкетка пойдет выйдет немножко на улицу прогуляться ух ты да ну вас нафиг ребята он не кисло затерпел я вам скажу и из-за этих крыльев мы очень многого не видим я так понимаю так защитим так ага понятно сделаем так хорошо тут забудку кто у нас еще имеется блок через наших не очень хорошо там куча народу и наш танк уже получил по шее довольно неплохой урон нет 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 рано еще коцать мы только начали рано 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 так реакция конечно хорошо как ты попал сквозь щит парень хорош лишь бы наш танк не умер у него все патроны народу много да танк падает какой-то он не танковый совсем это печально так как он очередями стрелял это очень печально осталось 8 человек что мы можем кинуть гранатку и свалить вот так вот на и все здесь можем пострелять почему бы нет отлично здесь тоже можем гранатку кинуть почему бы и нет правильно или нет не можем почему мы не можем кинуть него гранату и стрельнуть почему-то мы не можем кто-нибудь не может объяснить эту нелепость а может быть вот так нужно до 48 успеем отойти так что здесь здесь у нас робот очень большой и плохой робот есть контакт я так надеялся на это ребят чтобы эмма могла сделать свою часть договора а именно залупить этого дубинкой и сделать по крайней мере минус 2 за раунд по крайней мере попытаться этот пойдет вот сюда так как отсюда будет легче стрелять главное так их много потеряли мы пока только танка это не факт нужно больше танков черт нужно три щита и все остальные должны быть танками по ней получается так было бы прекрасно по крайней мере ё-моё тут народу представляете что придется делать теперь у нас хотя бы по ним хороший дамаг очень хороший дамаг 107 ребята нужно больше таких пушек однозначно нужно больше таких пушек даже не знаю что мне сделать пока никак пока мы ждем так если мы кинем гранатку 56 83 отлично сможем отбежать прекрасно более-менее в безопасное место ну танкетка неплохо на самом деле затерпел мог бы и лучше с такой-то броней но по крайней мере я не боюсь их выставлять один на один с пришельцем и они довольно быстро бегают и в них довольно много брони влезает поэтому не броньки а этого простите эквипа конечно гранатками не попользуешься но есть определенные плюсы сделаю как я планирую 6 автоматов 4 танка и 2 щита попробую в такую комбу сыграть черт промазал солдаты все в засаде сидят ждут так ожидают пока выйдет паренек а те уже по тихому в здании оп я же сказал на реакцию должны взять ну хоть кто-нибудь ну ты даешь кстати хорошая реакция три выстрела отдельно на вскидку это довольно неплохо может ли здесь быть притор вообще возможно хотя псион эхо так не было они как я помню еще по старым версиям игры еще те псионики ну что пытаемся пытаемся прорываться в четвером конечно но у нас есть одна маг пуха это уже хорошо так ну что отсюда кто-нибудь прикроет прекрасно ну дальше разведка пойдет сегодня или нет а чешуеть такой глист просто огромный глист мадершип ладно я думаю что на этом на улице будет все все остальные будут внутри все остальные будут внутри поэтому выдвигаемся я почти уверен что снаружи больше никого нету и так было их довольно много интересно выживет ли или не выживет этот паренек он у нас когда-то щитом подрабатывал и довольно долго пока его не ранили и я его не заменил а значит он из старой гвардии значит довольно древний кандидат я так дополнительные выходы пробил просто не обращайте внимания я заметил двери просто что ну тут тоже можно как-то выйти и это хорошо хороший способ затестить есть ли кто-то там или нету черт черт ну ладно двигаемся как можем необычный он там маршрут пока показал для забега как-то третья дверь третий вход или что есть непонятно так все восемь рыл вовнутрь это трехэтажный корабль по четыре человека на этаж и никак иначе притор будет на последнем этаже не знаю три тут этажа наверное слышали двери но это скорее всего местные но дверь щелкнула так здесь два портала ведущих на правильно на неизвестный этаж так как это первый корабль я не знаю куда они ведут но здесь также есть определенные места за что можно сныкаться поэтому спокойно выводим команду командос на позиции главное чтобы они без ракет были и без гранат тогда они почти безопасные ребята бегите вы опаздываете на вечеринку то два четыре шесть два четыре шесть да и два опаздывают опачки вот и первый пробил щит ну все один только опа да ладно отлично кто-то еще у майка отобрали щит вот это поворот жаль нельзя два щита с собой таскать конечно это был бы щит ну то что у майка отобрали щит уже нехорошо да ну нафиг ну-ка посмотрим что там так у нас есть шанс а ну хотя я сныкаю здесь давай играем еще разок я даже свалить успел ребята я успел даже свалить сможет ли проделать то же самое майк сможет смотрите ему только здесь появится и пару раз щелкнуть теперь отойти и обратно ё-моё тут еще два робота которые следующим ходом скорее всего выйдут поэтому майк ныкается а мы устраиваем тут конкретную западню потому что они все сейчас спустятся и нужно будет брать на реакцию ну посмотрим отлично на втором этаже там паренек сквозь стены ходит нормально от нервов наверное спасает но неплохо именно то на что я рассчитывал и произошло три двадцать восемь пятьдесят четыре в ответку сваливаем пока он не передумал майк его попробует добить шестнадцать сорок семь очешуеть ребята очешуеть ну что остается только взять его на реакцию мы все прекрасно знаем откуда он вылезет и будем его ждать майк не справился со своей задачей отлично то что мы и ожидали у кого-то хорошая реакция так в очередной раз эмо поднимается на второй этаж дабы заценить ситуацию и тут пусто отлично а подождите это третий этаж ё-моё это третий этаж а то есть все это конец тут реактор антигравитация простите уже заговариваюсь антигравитационный реактор ладно то есть у второго этажа здесь нету получается очень странно ну ладно вообще я думал что будет там три этажа хардкор и все дела да и рассчитывал что корабль этот будет побольше да он огромен я согласен он должен был быть еще и в ширину вот до сюда ну то есть это как практически по размеру как летающая база должна была быть может быть это еще не финальная версия корабля кстати говоря может быть это только сегмент корабля то есть просто массивный такой сегментик потом может такой тройной прилететь будем надеяться что все таки прилетит представляете как у него сейчас ход идет у компа и он нервничает там реально 8 человек дзинь 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 по этажам встал неудобно не очень красиво встал так клаус штейн немец давай не нервничай подождите это происходит на каком этаже на еще выше так я был прав или нет относительно этажа я вот не понимаю ну выше по идее еще один этаж но и ниже еще один этаж первый второй третий четвертый пятый ну-ка эмма заценика тут одни трупы и тут сразу вся армада перемещается все переместились благополучно нормально быстренько я их уже научился перемещать так тыньш тыньш хоп и все так но если сейчас этот портал будет на второй этаж вести я вообще прикажусь с первого на 3 из 3 вообще лабиринты такие что так мы пойдем глянем я не знаю что это но выглядит это круто какой-то совершенный реактор там всего один робот готовим команду полномасштабу так сказать один робот я сомневаюсь что он подойдет поэтому а если и подойдет выйдет он здесь это только мое предположение но все равно готовим команду и вот так вот рисково ставим майка под удар можно сказать по 4 перца по 4 перца на стороне нормально следующим ходом заходим на последний этаж и надеемся обнаружить там притора хотя с роботами из хэриданами вряд ли он будет но с кем же еще так ну-ка где у нас с хорошей пушечкой кейт подошла села раздачу дала из трех можешь сразу 45 давай ты никчемная женщина майк ты так куда лезешь следующим ходом все могут сдохнуть так нам нужно сейчас немножко надежды на светлое будущее сразу видно айтишник зашел сломал ком так что мы можем мы ни хрена не можем сделать с этой стороны уж точно ну да ему хоть бы хны хотя старичок ты можешь кое-что сделать можешь кинуть гранатку которая вообще не коцает этих ребят просто вообще не коцает еще одну гранатку нужен кто-то еще с гранатой 59 у тебя даже гранат нет ё-моё сейчас этот робот кидает одну гранату и игра закончена 37 вы понимаете я даже кинуть не могу начинаем молиться неужели молитвы сработали ну да когда тактика начинает хромать в помощь идет молитва и она спасает как видите спасает конкретно выравниваем ситуацию так нужна перезарядка сейчас у всех конкретно делаем перезарядочку может произойти нечто ужасно хотя у половины и патрончики то еще и не начали кончаться сразу видно кто халтурил так стоп так у тебя даже патронов нет понятно не гранат не патронов хрена ты туда лезешь в эпицентр битвы зачем я тебя вперед пускаю если подохнешь не жалко будет правильно правильно ну вот как то так где майк майк не вижу тебя вот здесь сел вообще далековато следующим ходом ты идешь на разведку вовнутрь нельзя тебе так далеко от дверьки то есть садиться вдруг гранатку придется кинуть а ее точно придется кинуть их немного сведи по всему осталось один или два притор и охрана будем надеяться один или два о да или точнее 4 видим да как у базы как у базы командный центр практически но они всех хорошо что они далеко все от входа во хрень просто вот хрень вы посмотрите какая штука здесь блокировка но у них ракет этот ракетчик мы ничего не можем сделать мы не можем сделать ни хрена мы можем только подвинуть солдат чуть-чуть а именно наверное вот так вот так у кого больше всего гранат троечка пойдешь там их много черта я не знаю как взять кидать гранаты да отступать но вообще может сработать только вот в обратку может прилететь ну попробуем он подготовился к моему выходу пошла так теперь ты можешь прострелить да всего 45 процентов теперь блока и да я могу отлично одного подкосила отлично сработано ну-ка еще минус 2 сделаем майк рискует конкретно может в обратку схлопотать пулю да и не только так пока майк не закрыл дверьку мы можем стрельнуть отлично что нам позволит теперь перестреливаться майк закрывай дверь минус 1 сделали одного подавили два робота добежать не успеют до двери открыть чтобы кто-то кинул гранату отлично мы почти сделали но сейчас остается только прострел до гранатки что тут у нас гранату в дальнего бам хоть бы хны обстрел по-ближнему сейчас он упадет или нет или нет потому что что правильно потому что днище вот почему потому что никто из моих не может нормально кинуть гранатку и попасть так ну хоть кто-нибудь ребята а ё-моё вон он где всел я его и не спалил так воу-воу полегче отлично 150 минусом хоп закрываем дверку и молимся что воин не дошел этот андроид и не открыл дверь но я думаю он не сможет успеть так отлично снова волшебная гранатка а у майка их дохрена минус 2 победа блестяще затарин погибает в бою так инфоблок носителя термоядерный реактор пришельцев и гиперпривод ага отлично гиперпривод что-то да z получает орден земли посмертно 20 пришельцев в бою кейт получает военный крест за уничтожение 5 солдат пришельцев за одно задание отлично отлично немножко меткости повышает все повышение до младшего сержанта но отлично самое главное что мне нравится это мы получаем двести пятьдесят семь тысяч четверть миллиона всех выживших мы спасли так что мы должны не кисло сейчас заработать так семьсот пятьдесят шесть тысяч отлично валькирия летит на базу нам нужно мы потеряли одного нам нужно нанять одного ммм ну вот этот неплохой у него три стата более-менее грия логи гетчик вот это странный чиж ну ладно 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 не назначен филипп пришло настало твое время где ты филипп сменить роль пулеметчик конкретно тебя заряжаем ну а на этом мы закончим серию всем спасибо что смотрели если понравилось переходите к следующей серии всем спасибо всем пока пока спасибо 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 Субтитры создавал DimaTorzok